Привет-привет, друзья! Всем будет очень интересно, потому что лично мне очень приятно и очень интересно, потому что это было много лет назад. Это год, наверное, 1983, номер 5, журнал «Электронная промышленность». Я микрофон поближе поставлю, чтобы хорошо было слышно, что это «Электронная промышленность» 1985 года. Это журнал очень серьезный, МЭП СССР, Министерство электронной промышленности СССР. Я тогда работал в городе Абавян, Армянская СССР. И вот там как раз-таки в 1985 году у меня была своя рубрика в этом журнале «Вопросы промышленной психофизиологии». Я там создал направление, у меня там был центр, и там как раз-таки у нас была Надя, а я был такой молоденький. А вот там, видите, датчики на руках стоят, датчики. Да, Надя была в группе. Значит, группа была первая там на предприятии. В СССР вообще. А в электронной промышленности, конечно, к нам приезжали со всех сторон света, из разных стран. И в СССР, из Москвы, из других городов. Мы всем показывали, как мы работаем с работницами операторов микросборки, которые с микроскопами, чтобы они меньше уставали. Вот, пожалуйста, фотографии. Да-да-да, это самые первые люди, которые были на заводе «Сириус» МЭП СССР. МЭП СССР. И вот интересно, столько лет прошло, а мне всегда было интересно, ну что же, как же. Они вот тогда ключ получили, первые группы на предприятии. Применяли на своих рабочих местах, чтобы меньше уставать. А столько лет прошло, и мне было чрезвычайно интересно, судьбы этих людей. И как, и вдруг Толик Горобеев мне пишет в «Одноклассниках» «Привет, Хасай!» «Привет, Хасай!» Ну, я думаю, кто такой, думаю, кто такой. А ты что, не помнишь, что ли, 85-й год? Надя говорит, моя жена у тебя в группе была. А я, говорит, был, говорит, в лаборатории на этом предприятии. Где мне еще приборы делали. С Андреем Клисенко. Ну, интересно, правда? И вот сейчас я говорю, слушай, а где Надя? Он говорит, да вот рядом со мной. И, конечно, мне интересно. Ну, за эти годы хоть раз Наденька применяла ключ или нет. Какая у нее судьба. Ну, я же потом уехал через 5 лет к себе. И все там осталось. И применяли люди, не применяли. Интересно, сколько лет. Да, это были первенцы. А Толя как раз так работал в лаборатории. Там приборы делали. Ну, это было большое предприятие. У нас 15 тысяч человек там было. А была лаборатория, где делали приборы. Толя, скажи, пожалуйста, какие приборы вы там делали. Это стимуляторы в основном. А, это мне делали электростимуляторы? Да. А вообще лаборатория для чего была там? Лаборатория была испытательная. Она при отделе главного метролога. Главного метролога. А, у Робика Курдиняда, да? Курдинян был мой начальник. Андрей был зам Клищенко. Клищенко, ну, Клищенко, Клищенко, Андрей Клищенко. Ну, конечно. Как-то однажды Эдик Александрович Петросян, наш генеральный директор предприятия, пригласил, значит, Курдиняна и говорит, вот там у тебя, говорит, в лаборатории есть Клищенко такой. Я, говорит, хочу сделать новое управление на заводе. Ты мне таких ребят, говорит, как Клищенко, человек десять подбери, говорит. Таких толковых. А Робик стоит, Курдинян, что-то мнется и говорит, че, Эдик Александрович? Он говорит, че, че, по-армянски че, ну, нет, нет, типа. Он говорит, че, че, ну, как, ну, таких, как Клищенко, один, говорит. Ты, говорит, у таких ребят человек десять подбери. Такой талантливый был Клищенко. О-о-о. А с Робиком Курдиняном мы дружим до сих пор, потому что мы в свое время с ним и в Москве стали встречаться, и он приходил ко мне в центр на Таганке, даже с дочкой приходил. Ну, мы общались, общались. А вот вас я с тех пор не видел. И вообще больше никого не видел. Ни Арташеса не видел, который у меня в лаборатории. Ну, у меня в лаборатории же тридцать человек работало. Я никого из них не видел потом. Так. Надюша, вот интересно. Так. Все, все. Какая ты красивая. Какая ты красивая. Такая светлая, такая светлая. Личка у тебя такая светлая, душа светлая. Я тебя помню, ты такая хорошая девочка тогда. Ну, скажи мне, а как у тебя дела? Ты хоть раз когда-нибудь вспомнила про ключ, нет? Вспоминала. А что? Да, не так, допробовала. Ну, получается, ну, не так, как раньше это было. Ну, а как это было раньше, скажи? Ну, а температуру могла изменить. И чувствительность тела уменьшилась. Снять и усталость снять. Все раньше могла. А потом, смотрите, вот такой в легкой форме, что-то не очень, не так получается, как раньше. Раньше как с какой-то силой выходишь из этого гипноза, состояния из этого. И чувствуешь себя сильной, светлой, силой, энергии, все в тебе. А сейчас нет, я уже забросилась, наверное, не пользуюсь этим. Поэтому... Пабло. Да, вот теперь надо тебе получить одно занятие. Я с вами поработаю завтра полчасика. И дам тебе новые приемы, чтобы ты могла сама делать, и у тебя будет круче, чем раньше. Потому что тогда, столько лет назад, этих приемов еще не было. Не было, да? Да, нет, конечно, как это могло быть. Методика же развивалась, совершенствовалась. Я 20 книг только написал, и каждую книгу писал каждые 5 лет. И в каждой новой книжке у меня новая-новая появлялась. А ты осталась на том уровне знаний, знаний, которые были в 85-м году. И то, Хасай, у меня умерла страта в 85-м году, и я сильно плакала. Мне есть, наверное, два. Толя говорит, надо с вами поговорить и снять у меня вот эту вот боль. И вы вот тогда со мной занялись. Ага, что произошло? Вот я, когда была в гипнозе, у меня сильные слезы, плачут, а потом вы мне говорили. Это прочитанная книга, это просмотренные книги, все. На полгода я забыла про нее вообще. Она для меня была как актриса такая, это все. Вот, вот это была сила в этом. Я помню. Ну, помнишь, да? Ну, молодец какая. Молодец. А ты с другими девочками потом когда-нибудь разговаривала на эту тему? Как они? Да, ну, это говорит, так надо их вводить в это. Как я аж не смогу. Нет. Нет, там у нас же кроме тебя еще была одна, вторая, третья. Ну, сколько это у нас было первой группы? Там-то, нет, там некоторые даже тоже, да, ходили. Вот, им очень нравилось, они ходили, отдыхали. Мы снимали, когда после работы, глаза устали, плечи устали, руки устали. Вот мы ходили сидя, над нами смеялись. И потом выходим, все, опять начинаю работать. Ну, очень здорово. Я тебе завтра вечером покажу новые приемы, короткие, быстрые. И ты теперь будешь всю жизнь этим пользоваться. Да, конечно, тогда же я эти приемы еще не знал, я их еще не изобрел тогда. Боли снимали, боли. Боли снимала, да. Это же когда было. Ну, отлично, отлично, отлично. Ну, скажи мне, когда ты в последний раз это применила? Ой, нет, много лет назад. Я уже много лет не применяла, вообще так. Честно скажу, не применяла, много лет. Ну, молодец какая, а теперь будешь применять, потому что теперь... Все, я сейчас хочу и буду это делать. Вот ты какая молодец. Да. Ну, так я рад, что вы меня нашли. А мы как рады. А мы как рады. Ты представляешь, как это здорово. Теперь начинается вторая жизнь. Теперь начнется вторая жизнь с новыми приемами ключа. Да, конечно. Хорошо. А вы где живете? В Москве или где? В Москве. Ой, как хорошо. А в Махачкалу все уже не есть? Нет, ну я уже 7 лет после травмы шеи, операции никуда не выезжаю. Работаю только в интернете. Ну, у меня со всех стран мира, и у меня школа Человек Будущего. Я вас туда включу, в эту школу. В Ютубе наберите, у меня этот ключ Хаса Алиева. В Ютубе канал у меня такой есть. Да. Да-да-да, и там посмотрите новые ролики, и там в Зум выходят. Ну-ка, конечно. Вот смотри, вот я просто еще раз хочу показать. Надюша никак не изменилась. Какая была молоденькая, такая осталась. Ну ладно. Да, вот посмотри на себя. У тебя журнал сохранился. Красави, вчера день рождения был. Вчера был, да? Да, вчера день рождения. Поздравляю. Я сейчас выложу этот ролик в нашей школе Человек Будущего. И все тебя, кто увидит, поздравят. Я потом прошу тебе ролик, вы посмотрите его. Давай, вас обнимаю, целую. А, кстати, вы сейчас не в Абагане живете? Нет. Нет. Мы в Ульяновск. В Ульяновск. Уже давно вы туда уехали? В 86-м году мы оттуда уехали. В 86-м. А, понятно, хорошо, хорошо. А вы еще там были, да? Вы там были еще в 86-м? Я не помню, честно говоря. Я пять лет работал в Абагане. Пять лет. С 81-го. Нет, с 83-го. Ну, где-то я через... В 87-го, 8-го, да? Да, да, уже уехал, да. Уже уехал. Ну, с Петросяном мы еще дружили. Я приезжал еще по разным там... А, он же меня познакомил с Агамбельяном, с академиком, который у Горбачева был экономистом главным. Академик из Новосибирска. Такой большой такой. Мы с ним дружили. И он меня приглашал на клуб директоров промышленных предприятий СССР. Раз в полгода я летал на клуб директоров промышленных предприятий СССР. И всех директоров крупнейших предприятий я обучал методу ключ. Да, 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 да. Это очень здорово было. Даже Виктор Барцумянов. Да, Барцумянов тоже есть. Да, да, да. Великого астронома. Конечно, я с ним встречался, да. Ладно, друзья. До завтра. Завтра в 9 часов я вас жду. Начнем заниматься. Да, в следующем. Саша, я вот сейчас на вас смотрю и уже как будто я уже вхожу в страну в гипноз. Это начинается у меня. Да, да, да. Это называется режим саморегуляции. Гипноз – это когда кто-то кого-то гипнотизирует. А ключ – это когда ты сама можешь. Да, я тебе, кстати, скажу, если ты сегодня возьмешь, если ты сегодня возьмешь. Сначала напряжешься, потом расслабишься, потом опять напряжешься, потом опять расслабишься, опять напряжешься, расслабишься, отпустишь себя на эту волну. У нас называется зеленая волна. Как тебе приятно, как море прячется. И ты туда попадешь. Раньше этого не было. Таких приемов не было. Да, 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 да. Ты можешь даже сегодня до завтрашней встречи это сделать. И в этом состоянии настроиться, помечтать, как ты будешь прекрасно себя чувствовать. И опять будет то же самое. И много сил, и хорошее здоровье. Да, 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 увидишь, увидишь. Дай бог, дай бог. Ну, увидишь, увидишь. Завтра мне расскажешь. Давай, целую. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи.